Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, Рауль Пол советует избегать старых монет, таких как XRP и Ада Кардана. Но в то же время мы видим крупную новость, что Bitwise приобрела ETC Group и в ETC Group так или иначе есть физический XRP. Сегодня мы более подробно обсудим это. Также, в принципе, мы поговорим о том, что Ripple и USD, естественно, готовятся к выходу, потому что здесь установлен новый лимит доверия в размере 1 триллион долларов. И также Ledger XRP будет поддерживать защищенное золото и серебро в 2024 году, заявляет Ripple. Но что касается рынка криптовалют, мы видим, что сейчас Bitcoin продолжает торговаться ниже 60 тысяч долларов. Не удалось ему закрепиться выше этой психологической отметки. И на седьмом месте по капитализации, несмотря на рост, XRP не подвинул USD и торгуется при капитализации 33 миллиарда долларов и при цене 59 центов. Вчера еще показывал то, что бот выжидал это падение. Открыл он сделку еще 9 числа. Значит, затем эта сделка была переоткрыта 12-го и только после этого, спустя какое-то время, мы увидели, что бот закрыл сделку в 423 доллара. И также 11-я сделка по счету по XRP тоже ранее принесла 310 долларов профита. Поэтому, на самом деле, если мы говорим про холдерство и трейдерство, как два таких довольно-таки интересных занятий. Второе, конечно же, если мы говорим про трейдерство конкретно, то, соответственно, оно требует какого-никакого навыка. Но если, в принципе, есть бот, то навык в таком случае не нужен. Но если мы говорим про холдерство, то нужен навык терпения, поскольку не все доживают до 2-земуна с точки зрения того, что они продают монеты. Что касается, значит, настроения на рынке, сейчас оно нейтральное. То есть, люди и не покупают, и не продают, если присутствуют в рынке, поскольку те или иные криптовалюты, они не восстановились до тех значений, которые были в рамках падения. Ну, например, возьмем в Шибаину. Здесь у нас было падение в конце июля. Шибаину пролилось почти на 1000. И я ее там ждал. Пока что она туда не дошла. Но и в то же время мы видим, что Шибаину все еще торгуется очень слабо. И пока что продолжает ту коррекцию, которая у нас началась с марта месяца, когда Шибаину достигла свой локальный пик. И практически такая картина у большинства альткоина. Если мы говорим про XRP, здесь картина немного иначе. Мы видим, что XRP продолжает торговаться в коридоре, который я описывал ранее. Но более подробно я вам расскажу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь. Острая реклама, а именно личная рекомендация. Расканавливая изучив и проверив платформу Evo.eth.io, я уже несколько недель получаю вот 3% прибыли ежедневно от суммы вклада за счет транзакции в блокчейне эфира. Неслово мы делаем изначального вклада в 6000 долларов. Моя инвестиция доросла до 8200 долларов. Более 2200 долларов в баксах чистой прибыли за пару недель. Именно поэтому хочу посоветовать Evo.eth.io каждому, кто желает на долгое время обеспечить себя высокими пассивными доходами без рисков и человеческого фактора. Потому что в Evo.eth.io все у нас 100% автоматизировано. Обеспечивается столь высокий суточный доход у нас системы автостекинга эфириума, где платформа владеет криптопулами. Столь эффективный стекинг на базе эфириума позволяет получать от 3% в сутки за счет валидации транзакций в сети и получения. За это повышенная комиссия, чем и занимается Evo.eth. Проект сделан с расчетом на долгосрочную работу и, как показывает практика, он доказывает свои слова не словом отделом. Значит, в данный момент, в начале жизни проекта, каждый из желающих может инвестировать свои средства в стейкинг и получать стабильный суточный доход, забыв по финансовому вопросу на годы вперед. Вывод с платформы доступен в любой момент. Ссылка на проект Evo.eth.io в описании под роликом. Что касается торгового коридора или торгового диапазона, как хотите так и называйте, здесь XRP торгуется, значит, ниже 60 центов. Также стоит учитывать то, что у нас уже произошло такое явление, как Golden Cross на дневном таймфрейме. Но, как и ранее, я приводил примеры, то, что рост XRP зачастую был за несколько дней и даже недель до этого события. Так было и, например, здесь, когда XRP с 38 центов вырос на 65 центов. Это довольно-таки неплохая прибыль. Если вы хотя бы даже купили XRP по 42 цента, это 55% прибыли. Поэтому здесь я считаю, что отчасти это событие уже себя изжило на графике. И нам следует ожидать уже Golden Cross непосредственно не то, что на дневном таймфрейме, а, возможно, на недельном таймфрейме. Это будет куда мощнее, если это событие произойдет. Потому что, например, когда мы видели это явление, то, например, при том, когда Golden Cross произошел в 2021 году, за две недели XRP торговался на пике $1.94. А при вот этом явлении XRP уже торговался ниже этого пика. И его цена составляла там в основном $1.60. Поэтому и, в принципе, такое же явление и происходит сейчас. Когда, в принципе, Golden Cross, как само по себе явление, о котором трубят в СМИ, которое уже произошло, на самом деле они просто загоняют хомячков в монету, в тот ивент, который себя уже, к сожалению, отработал. Поэтому здесь мы будем, по моему счету, и, в принципе, я так уверен, что будем торговаться от отметки там 55-53 цента до 60 центов еще какое-то время, возможно, неделю, возможно, две. Прежде чем, значит, мы выйдем куда-либо. Что касается, значит, интересного, то, что Raul Paul старает избегать старых монет, таких как XRP и ADA. Да, но я думаю, что это выпускает из виду более широкую картину. И, хоть важно использовать импульс развивающихся блокчейнов, не менее важно закрепить свой портфель проверенными активами. XRP и ADA, когда выдержали испытания временем, предлагая значительное обновление в развитии больше поддерживающей сети. Поэтому здесь, почему бы не взять лучше из обоих миров, сбалансируйте свое портфолио новыми захватывающими проектами, сохраняя при этом прочную основу на проверенных в боях блокчейнах, не позволяйте шумихе затмить ценности, инновации и надежности. Ну, например, если мы будем сравнивать, значит, Солану, которая неоднократно останавливалась в логблчейн, и сравнивать XRP и ADA, такого вообще не было. Ну, по крайней мере, у XRP Ledger. То есть, XRP Ledger ведет свою бесперебойную работу практически с момента создания биткоина. То есть, когда создался биткоин, тогда и практически создался XRP. И поэтому, на самом деле, я бы не сказал, что, в принципе, вот эти две монеты, по мнению вот этого человека, нужно продавать или вообще нужно избавляться. Потому что план крупняка состоит в том, чтобы вы вышли из монет, продали их по низкой цене и потом на фома откупали их по высокой. Ну, обычный кейс. Продадите вы сейчас XRP там по, значит, 50 центов, будете откупать по 5 долларов, условно говоря. Также стоит отметить, что Bitwise приобрела EDC Group, и управляющая цифровыми активами компания Bitwise объявила о покупке базирующихся в Лондоне имитента криптовых биржевых продуктов EDC Group. Это довольно-таки сильное заявление. И что мы видим? То, что здесь определенно есть физические XRP и также физическая до кардана. В то время как Рауль Пауэлл говорит нам о том, что от них нужно избавляться. Но если от них нужно избавляться, то почему, в принципе, у фондов есть эти монеты, продукты? Ответьте мне. Ответа, конечно, не найдете, потому что все дело в манипуляции и в том, чтобы те, кто, значит, скажем, любят чесать языками, да, особенно влиятельные лица, они, в принципе, таким образом высаживали вас из перспективных проектов, которые на обычном цикле дадут хорошие XE. Если, значит, компания Ripple полностью закроет все свои вопросы с SEC в ближайшем будущем, то это открывает двери к полноценному бычьему циклу. Поэтому вот такие дела. Что также нужно отметить, что Ledger XRP будет поддерживать защищенное золото и серебро в 2024 году, заявляет Ripple. И вот недавнее сотрудничество между Ripple и Melt Gold, как ожидается, позволит интегрировать стабильные монеты, обеспеченные золотом и серебром в XRP Ledger. Ожидается, что они будут выпущены в третьем квартале 2024 года, а каждый токен будет представлять 1 грамм металла. И это довольно-таки круто. Что также нужно отметить, интересный факт, то, что, как вы знаете, X, он удалил смайл с хэштегом Bitcoin. И таким образом, возможно, Elon Musk пытается нам что-нибудь сказать этим. Имейте в виду, что платежи X будут запущены позднее в этом году. И вполне возможно, что Elon Musk интегрирует XRP в качестве способа оплаты в X. Что также нужно отметить, что, значит, объем торгов XRP вырос на 105%. За последние 24 часа в настоящее время он находится на уровне 2,4 миллиарда долларов. Также западные аналитики рисуют следующую картину. Ну, опять-таки, эту картину они рисуют практически каждый день. Но сейчас мы видим, что это то, что они нарисовали треугольник. Он был сформирован с 2021 года. И как бы пойди в рамках бычьего цикла, в рамках того, что мы должны увидеть с вами к зиме или зимой, когда рынок репеток наконец-таки пойдет вверх, это вот нечто подобное. Что также нужно отметить, что они, западные аналитики, рисуют и такие темы. Здесь, в принципе, нам нужно пробить 66 центов. И только если мы пробьем, мы отправимся в район 93 цента. Но я считаю, что они пропускают важную зону сопротивления. Это 74 цента, поскольку она была также и спекулятивной. И сформировалась даже на слухах о BlackRock ETF, когда XRP взлетел на 74 цента. Поэтому, на самом деле, я бы не был так уверен, что мы сразу пойдем на 93 цента, потому что там есть важный уровень сопротивления. Ну и также в СМИ пишут следующее, что восходящие тренды набирают обороты. Ripple показывает хорошие результаты. Местные стремятся распродавать альткоин. Ну, на самом деле, распродавать альткоин сейчас могут те, кто либо имеет прибыль, либо просто имеет другой потенциальный альткоин, и которые могут выйти без убыток. То есть, я на самом деле вышел, XRP торгует бот, и пока что, в принципе, я не вижу тенденцию того, что XRP сейчас бы мог резко выйти вверх. Поэтому я, в принципе, пока что сижу, смотрю, что будет дальше. Например, XRP BTC пара. Очень тоже интересный график. На дневном таймфрейме мы увидели уже такое событие, как Golden Cross, но XRP вырос за несколько дней до этого события, и получается так, что сейчас вполне себе нас ожидает какое-то боковое движение, потом, возможно, спуск. И только к зиме или зимой мы увидим дальнейший рост. Вот такие дела. Ну, по-своему, Крептив, всему-всему, и...